привет друзья мы уже выехали из salt lake city и сейчас первая наша остановка это salt lake в общем это озеро которое соленое находит на но ну а центра города я думаю минута где-то 20 мы ехали в принципе очень недолго и сейчас посмотрим как она выглядит ну озеро само по себе как озеро что здесь точно красиво так это горы которые еле-еле видно и они находятся с той стороны озеро там дальше на его практически то и не видно но понятно что она только большое и 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 Мы приехали на Bonneville Speedway, это то место, где обычно тестируют все автомобили на их скорость. Очень часто вы видели, сейчас здесь влажный такой, влажная это соль, а обычно она такая потресканная, это идеальная поверхность для того, чтобы разгоняться на максимальной скорости. То есть многие рекорды скоростные на всяких там транспортах устанавливались именно здесь. Продолжение следует... Тут же сразу на заправке возле этого поинта, где мы были, где все гоняются, есть очень прикольная заведяшка с мексиканской едой. Сейчас попробуем, что здесь готовят. Если вас заинтересовало, что это за блюдо, то это просто яйца, на испанском они так и звучат. Мы заказали здоровой еды. Все захотели аутентичной мексиканской кухни и нам ее принесли. Ну, выглядит спорно, будем пробовать. Вот эта очень стрёмная по цвету штука оказалась с бобами, она тоже вкусная. Выглядит оно все спорно, но на самом деле мне лично очень вкусно. А вот ребятам я не знаю, как еда. Вкусняшечка. Авокадо испортились и снегом. Зашли на заправку купить кофе и тут, как оказывается, вот есть яйца маринованные, продаются. А также можно взять попкорн, купить себе в микроволновке, сразу же его подогреть и приготовить. Мы уже покушали и, как оказалось, карточкой там рассчитаться нельзя было, поэтому пригодилось наличное. Поэтому, ребята, берите всегда с собой наличное. Я на радостях после такого пира взял себе вот такое розовое маринованное яйцо, которое я изначально показывал вам в банке. И думаю, сегодня я его до конца дня попробую съесть. Я просто еще никогда не пробовал такую штуку, но у меня был шок, когда я увидел, когда они в банке плавают. Интересно, как оно на вкус. Я не буду ждать конца дня, я съем его сейчас. Потому что, ребята, не готовы нюхать все это в машине. Розовое пасхальное яичко. Я боюсь за тебя. Подожди. Оно внутри тоже розовое. Мне просто говорили, что оно внутри не будет розовое. Оно внутри тоже розовое. Покажи. Ну и что? Ну и как? Ну и как? Как вкусно? Я не могу сказать, что это вкусно. На что похоже? Ну как-то не очень. В общем, оно не очень вкусно. Мне бы в Орел и Решку не взяли снимать. В общем, оно не очень. Я не понял, в чем прикол, конечно, но надо его пойти в убрать. Да, я запью. Его надо не запивать, а полоскать. Оно отдаленно похоже на те огурцы маринованные, которые Ира купила. С медом. Я забыл, кстати, рассказать о том, как мы взяли машину эту в прокат. Саша сгенерировал идею. Точнее, у него это уже было не первый раз, он так делал. И мы обошли вот эту всю тему, где надо идти на окно. И там тебе вручают всякие ненужные, эти самые, как они? Страховки дополнительные. Там, где тебе, да, всякие страховки навязывают и так далее. В общем, как все происходит. Вы бронируете машину. В данном случае мы это делали в Алама. Потому что брали мы ее в Лос-Анджелесе, а отдавать будем в Сан-Франциско. То есть на тура взять мы ее не могли. Хотя на тура была бы дешевле. В общем, мы ее забронировали. Саша до этого это проделывал. Мы уже сделали второй раз, и я был свидетелем. Пришли и не шли на окно, а просто пошли сразу туда, где стоят все машины. Выбрали себе, какую мы захотели. Сразу же в нее сели. И онлайн сразу быстренько прошли регистрацию. Все, что надо, сделали. И просто уже на ней выезжали. И на окошке дали наши права. Дали вот этот вот онлайн-тикет, который нам пришел. И выехали. Все, никто нам ничего не продавал, не навязывал. Как мы ее забукали, такая цена и была. Поэтому, если вам нужно брать в одно место, а возвращать в другом, то вам в любом случае придется брать Валамы или еще где-то. И вот таким вот методом можно воспользоваться. Потому что я снимал видео, и там было сказано о том, что они навязывают дополнительные страховки, и без этого даже не дают машину. Но это все делают те люди, которые сидят непосредственно на фронт-деске. А сами же вы можете взять без всяких проблем и без дополнительных страховок. И это наталкивает, кстати, на мысль, что когда убираешь человеческий фактор, то все идет как по маслу. Что фильм «Терминатор. Восстание» может быть не так и далеко за горами. Мы уже въехали в Неваду, и тут вот можно сразу понять, что ты в Неваде, потому что мы на заправке, и тут уже есть казино на заправке. Вот только что я его чуть-чуть показал. Так, друзья, сегодня мы проснулись в городе Венни-Мука. И кроме названия здесь ничего прикольного вообще нет на самом деле. Номер я наш показывать не буду, отель не очень. Естественно, рекомендовать его тоже не особо буду. Хотя вот отель называется «Скоттиш Инс». И это оказался один из самых вроде как нормальных и недорогих отелей. Номер на четверых обошелся в 75 баксов. Но такое себе, честно говоря. То, что здесь остальное, там я даже не представляю. А когда мы спросили на ресепшене у девочки, что здесь можно посмотреть, ответ был «Nothing». Единственное, что она еще переспросила только, ребята, а может вы играете в казино? Это мы просто в штате Невада сейчас. И здесь очень популярные игры. Я вот буквально показывал, вот как мы заехали на заправку. И уже на заправке стоят игровые автоматы. И все в них играют. Сегодня у нас длительная дорога в сторону Сан-Франциско. Будет ли что-то интересное, я не знаю. Если что, буду просто снимать дорогу. Буду показывать, что будет происходить по дороге туда. А изначально мы ехали из Солт-Лейк-Сити через Венни-Муку в Сан-Франциско. И вот сегодня последний вот этот вот отрезочек. Посмотрим, что нас ждет. Мы сейчас поднимаемся в горы. И нам все сказали, что нужны цепи для того, чтобы туда ехать и чтобы через них проехать. Но цепи оказались в Walmart, и даже мы смотрели в среднем около 100 баксов. Поэтому мы на свой страх и риск решили все-таки ехать без них. И посмотрим, как оно будет. Но если вы вдруг собираетесь в горы, заранее подумайте об этом. И найдите все-таки цепи где-то подешевле. Мы сейчас находимся недалеко от озера Таха. И до Сан-Франциско отсюда ехать 3 часа. А в Сан-Франциско сейчас уже плюс 15 и солнышко. И вообще это удивительно, что всего лишь 3 часа разделяет вот эти вот горы снега. И город, в котором сейчас 15 градусов и все босиком гуляют по пляжу. И чтобы себе представить, какая она высотой, вон фонарный столб. А вот я и вот моя рука. Просто нереально. Игорь Негода Субтитры сделал DimaTorzok